Друзья, всем огромный привет! Вы находитесь на канале Кройстич Везлюда. В сегодняшнем видео я хочу показать вам начало своего нового процесса, также продвижение по сэмплеру. Потом мы поговорим с вами об ЭСП и о ножницах. Устраивайтесь поудобнее, будет очень-очень интересно. Итак, вышиваю сейчас свой сэмплер Хэллоуин, Куэллд Сэмплер. Это номер его Q1292, Розовуд Мэннер, дизайнер Карен Клуба. И хочу сразу обратить ваше внимание на превью, насколько ткань, заявленная по ключу, отличается от ткани, которую вы видите у меня в работе. Это одна и та же ткань, 30-й каунт, не пикчер здесь плач, биксдайворкс, оттенок стро называется. Все ниточки у меня по ключу, вот эти вот нитки, которые вы видите, биксдайворкс, их не очень много, но тем не менее интересно работать. Получается результат именно тот, на который я рассчитывала. Это лучше, чем на превью. Вообще, купила этот сэмплер я года два назад, если не больше, даже больше, да. И я, вы знаете, не была еще таким особым знатоком в сэмплерах. Просто взяла, чтобы было. Я сейчас, конечно, так не покупаю, но я нисколько не разочарована. Я, наоборот, очень благодарна себе за то, что я этот сэмплер попробовала. Настолько интересно получается. И вообще, как вы видите, он такой яркий, насыщенный, детализированный. Тут на самом деле много бэкститча, но он вышивается в радость. Именно я получаю такое вот наслаждение, отвлекаюсь от таких своих рутинных процессов. И вы видите, что тут достаточно много и одиночек, и такого вот... Ну, вы видите, какой тут бэкститч. Разный есть. Он несложный, он счетный, он совсем несложный. Просто его много. Я, как вы помните, вышила вот эту вот часть и остановилась. Вот именно таким образом мне нравится его вышивать. Какой-то участок я вышиваю. Тут мне немножко немножко. Потом я ее назад затяну. У меня еще тут все не закончено. В общем, все идет в процессе. Но посмотрите, каждый элемент хочется рассматривать и рассматривать. Я представляю, как это будет уже все в готовом варианте. Хочу закончить его до ноября. Именно тогда будет Хэллоуин. Я особо этот праздник не отмечаю, но хочется, что такого, знаете, осеннего настроения. Тут мне нравится, что есть желуди. И паучок тут будет еще шармик, который идет по ключу. Ну, вы можете любой другой взять, конечно. И опять-таки, можете взять и другую основу, и нитки. Мне нравятся Семплеры Розу Мэйнор тем, что я получаю от них такое удовольствие. Для меня это совсем другой опыт. То есть я как-то, ну, как вышивальщица, расту в своих глазах. Потому что вышивая Дименшинс и Мировили, как-то, знаете, со временем становится однообразно. Ну, не хочу сказать, что скучно. Ну, нет никакого драйва. А тут у меня получается какое-то вот совсем другие ощущения. И, да, частая смена нитей. Этот результат, который вы видите перед собой, это три дня моих полных, которых я вышиваю. То есть это 5-6 часов. Казалось бы, совсем мало я вышила. Но, поверьте, времени на это потратилось очень много. Потому что вот куча одиночек. Это бэкстич. Нужно еще будет проверять, где, как у меня и что. Если правильно, неправильно вышито. Ну, кошечка, конечно, быстро вышилась. Вот этот элемент, он быстро вышелся. Но вот этот элемент долго вышивался. То есть насыщенный он бэкстичем. Тут вы видите, бэкстич на бэкстичи. Но это совсем не сложно. Это очень интересно. И это классно. Я рада, что у меня такой эстемплер есть. И вот вы видите, насколько отличается ткань от фотографии. Ну, потому что очень сложно фотографировать. Тем более, нужно сфотографировать было с рамкой. И еще какую-то декорацию добавить. Поэтому тут нужно уметь еще правильно сфотографировать. Но, тем не менее, давайте закончим с этим сэмплером. В следующий раз вы увидите, когда у меня еще будут какие-то продвижения. К слову сказать, еще три вот таких квадратика вышить. И закончить нижний элемент. И у меня будет половина сэмплера. Поэтому я все-таки надеюсь, что до конца октября я его закончу и покажу вам. Хотя изначально я планировала этот сэмплер вышивать. Долго. Года два. Два года хотела растянуть. Но решила, что мне это совсем сейчас не нравится. У меня такой вот период в жизни, когда я хочу очень многое закончить. То, что я поначинала. И меня это очень сильно напрягает. Много процессов. Хочу от всего этого избавляться. И следующее, что вы видите перед собой. Давайте я немного повыше подниму. И расправлю ткань. Это моя русалка. Джипси Мермейд. От Миробилия. Дизайнера Нора Корбит. Она очень интересная на этой ткани получается. Кое-где я делала замены. Так вам видно. Да, но я все равно потом поближе поднесу. И я хочу вам сказать, что вот этот результат у меня ровно за неделю. Тут был аппетит. Я вот, кстати, хотела вышить полным крестом. Аппетит. Ну, почему-то уже как-то так привыкла я к полу кресту. Ну, ладно. Значит, на какой-то другой работе попробую. Дело в том, что тут совсем мало кожи. Ну, в отличие от других королев, русалок. Вот. Поэтому можно было попробовать вышивать крестиком аппетит. Времени, конечно, немножко будет больше затрачено. Но не настолько много, как казалось бы. Потому что, когда вышиваем аппетит, именно, да. Вот почему аппетит отличается от крестика. Вы уже сделали эти аппетиты. Вы уже посчитали. А крестик вы только закрываете. Поэтому время не настолько больше тратится. Да, немножко больше. Но, тем не менее, все это возможно вышить в нормальные сроки. Ну, сейчас делать давайте... Сейчас будет не о сроках, а о том, как эта работа вышивается. Хочу сказать, что в отличие от всех других русалок, которые я вышивала уже, она немного больше детализирована. То есть, идет частая смена нитей. Но интересно вышивается и быстро. Вот. Потому что сама работа небольшая. Самый интересный момент будет в хвосте. И она больше выделится на этой ткани. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все-таки вот эта ткань, как мне кажется, намного больше выделяет все нюансы, все детали, которые тут есть. Но мне не нравится вот этот вот оттенок. Ну, вот что-то мне не нравится. На нем очень много нора делает своих дизайнов. Я думаю, что ткань у меня довольно-таки удачно подобрана. Это Arctic от Pictures This Plus. 32-й ткаунт. Тут еще будет много бисера. Поэтому это не окончательный результат. И, поверьте, вот этот вот хвостик на этой ткани выделится как можно... Я думаю, что это немного ярче будет работа, чем вы сейчас видите перед собой. Также луна вышивается по ключу нитками ручного окрашивания Karen. Я ее заменила просто на белый цвет DMC, потому что иначе она бы у меня так сливалась. И вот эти вот волны тоже я заменила. Их достаточно плохо сейчас видно, но вживую, поверьте, хорошо все выделяется. И, в принципе, меня такой эффект устраивает, что постепенно эти вот крестики, они перетекают в ткань. Хотя вот на превью вы видите, что... Ну, это незначительно. Вот эта вот волна верхняя, цвет воды, он более такой яркий и выделяется. Меня больше волнует, как будет выделяться хвост. И я, в принципе, довольна своим выбором ткани, нисколько не жалею. Я знаю, что тут много будет бисера вверху и буду его пришивать. Он еще лучше станет. Выделяться. И что мне нравится в этой работе, как и в Милл Хилл, моей русалки, которую я вышила, что тут какая-то вот есть, заложен какой-то смысл. То есть, стороны света. North, south, west, east. Или север, юг, запад, восток. Поэтому это не только просто русалка, но как компас именно это выделяет ее от других русалочек. Что никакой другой русалки нет вот этих сторон света. Интересная. Она очень интерьерная. Я думаю, что дополнит коллекцию моих русалочек. К слову сказать, русалочки мне нравятся только от Norakorbit Mirabili. Меня спрашивали мои зрители, почему я не вышиваю других русалок. Ну, вы знаете, я вообще в вышивке больше всего люблю цветы вышивать именно. Люблю вышивать их. Русалки ко мне пришли уже потом, когда я познакомилась с дизайнами Norakorbit. И меня вначале зацепили королевы, девушки, леди. А русалки уже потом меня зацепили. Потому что, ну, во-первых, я занималась плаванием, я плавала и с ластами. Вот меня даже все в школе называли рыбой из-за этого. Ну, вот, наверное, как-то вот со мной это связано, что... Ну, в общем, люблю я водную тематику. Но именно русалки только от Norakorbit, от Mirabili. Есть неплохая русалка от Терезы Венслер. Не знаю, возможно, когда-нибудь, когда-нибудь я ее вышью. Но пока нет, не собираюсь ничего, кроме Norakorbit вышивать. А также хочу показать свои магнитики, которые у меня есть. Я иногда украшаю свою работу. Когда вышиваю разными под настроение. Ну, так коллекцию я больше, в принципе, не собираюсь пополнять. Вот есть они у меня и пока устраивают. Вот такая вот русалочка. Вот ракушка. Она ручная. Вернее, это работа... Это ручная работа. И этот магнитик от Ким. А вот эта вот русалочка от Genas Unique Boutique. Также у меня от Genas очень много русалок и хвостов. И вообще-вообще всего. Мне просто нравятся вот эти вот магниты. Они железные. Они держат идеально вашу иголку. То есть, ну, вот эта вот девчушка, она не такая крепкая. Но вот все остальные магниты супер просто. Я их обожаю. Они именно держат не только иголку, но еще и вашу схему и работу. Вот одна из последних. Эти я давно купила. Они мне вначале тоже не очень так нравились. Но потом все-таки я решила купить практически все магниты, которые есть у Джины. Ну, также есть у других производителей. И, не знаю, возможно, у меня где-то еще какие-то русалочки есть. Но пока что я только эти вот нашла. Мне нравится, что они именно железные. И крепят нашу схему. И держат иглы просто идеально. Можно на расстоянии поднести иголку. Они ее зацепят. Поэтому моя такая небольшая коллекция. И больше пополнять пока я не собираюсь. Я сейчас, ребята, занимаюсь чисткой своего жилья. Все чищу, вычищаю. Вот была убывающая луна. И я почистила все. То есть, я не только вышивки навела порядок. Я навела порядок полностью у себя дома. Выбросила. Даже не буду вас пугать, сколько мешков. Вещи, которые я думала, что будут мне нужны. И которые оказались не нужны. В общем, почистила все. Все, включая и схемы. Но я их не выбрасывала. Я их распродала. Поэтому сейчас мне намного легче. Итак, давайте все-таки перейдем к материалам, которые использовались по ключу. И которые я заменяла в данной работе. Итак, меня просили показать ключ. И как научиться его читать. Быстренько сейчас расскажу. Значит, смотрите. Это наш ключ. Я изначально пыталась сделать цифровой метод. Но на меня он не работал. Поэтому я все опять подняла на значки. Дело в том, что в Риолис значки были цветные. И мне было их просто нереально написать. Это все нарисовать у себя на пак. Это надо было сидеть вырисовывать. Но все-таки я опять вернулась своим значкам. Если схема будет цветная, я опять-таки перейду на цифровой метод. Но тут у меня значки. И мне пока удобно так. Опять на значки я перешла. Но вы видите, что много ниток я не нанизываю. Итак. Джипси Мермейд. МД-126. Вышивается на 32-м каунте Лаурель. Лен от Вичелтен Портс. 65 на 141. Это размер в крестиках. То есть он совсем небольшой. Нет. Тут какой-то другой размер стоит. Она не может быть 65. Никак. Она больше намного. 200. Стич каунт 200 на 250. Скорее всего, что это более правдоподобно. Вышивается, вот как написано, стич 2 over 2. Вышиваются две нитки мулине через два приоплетения льна. Практически всегда нора делает свои дизайны. Две нитки через два сложения льна. Или просто две нитки. Если вы вышиваете на эти, просто в две нитки вышивается. Дальше идет у нас Креник. Его 2. 001 хайлайтер. Четверочка. И 019 восьмерка. Он вышивает. Восьмерка, вот когда стоит звездочка. Вот такая вот. Смотрите. Это значит используется не в работе, а в отделочных швах каких-то. В данном случае в бэкстиче. Дальше идет Керен Water Lilies. Ну, Керен вышивается каждый крестик отдельно. То есть закрывается каждый крестик. Вот тут ключ Керена. И Милхил. Все, Милхил пришивается. У меня на канале есть видео. Я обязательно ссылочку оставлю. Вот. Ну, вот и все. Сложного тут ничего особо нет. Поэтому видите, перед собой ключ. Дальше у нас идет инструкция по бэкстичу. Практически все вышивается в одну нить, кроме вот DMC 844. Губы, ресницы, веревка и... Опять я забываю это слово. Энкор. Маяк. Девочки, забываю постоянно. У меня просто вылетает. Стрелы. И изогнутые линии вокруг вот этих вот значков. Вот изогнутые линии. Они вышиваются в два сложения. И Sea Horses. Это морские коньки. Вот. Все это вышивается в две нитки. Все остальное по описанию. То есть буквы NS и W вышиваются в одно сложение. Брови. И глаза вышиваются с кожей 844 номер. И креник 899 номер, это сетка, вышивается в одно сложение. Сейчас я вам покажу креник, который идет по ключу. Один восьмерка, другой хайлайтер. Интересный такой креник. По-моему, у меня две четверки. 0,19. Не помню уже. Это точно четверка у меня идет. По-моему, я взяла четверочку. Но я еще перепроверю. Я не приступала к... Или нет, это восьмерка. В общем, ребят, я это проверю. Я вам в следующих видео скажу. Что-то я так не усмотрела этот момент. Ну, нитки DMC. Как нитки DMC. Они у меня на бобинках. Мои коробки. Они у меня все в работе. Также у меня идет замена на кожу, как всегда, Rainbow Gallery. Я вам уже по окончании видео расскажу свою замену. Какой значок, на какой я поменяла. Так, это у меня кондиционер для ниток. Я им не пользуюсь. Не знаю, почему у меня тут лежит. И давайте посмотрим на бисер, который используется в этой работе быстренько. И Karen остался у меня. Бисер интересный. Бисера много. Он красивый. Так, смотрите. 18,823. Вот такой вот бисер. Крупный. 0,2-0,96. Обычный бисер. 16,081. Крупный тоже бисер. И вот такой вот бисер. У меня в органайзере. 18,010. 0,03067. Вот такой вот он бензиновый. Какой-то другой русалкой у меня используется. По-моему, в Атлантиде. 16,603. 0,0165. И 2,0968. Красивый такой бисер красный. Он немного отличается от 16,08. Ой, сори. Видите, на одном есть такое покрытие, как перламутровое, что ли. На другом нет. Так, нитка у меня, как всегда, нейлоновая моя. Invisible thread. Так, еще бисер. 45,270. То есть, вы видите, довольно-таки большое количество бисера. Чувствую, буду пришивать несколько дней точно. Так, вот такими вот иголками я пользуюсь. Сажу. Сейчас пришиваю бисер. Нитка обдеватель на всякий случай. Но я им не пользуюсь. Я, в принципе, работаю с креником без нитка обдевателя сейчас. Вот такие вот два кэрена, которые у меня... Один еще не использовался в работе. А этот у меня в достатках есть. Просто лежит на всякий случай. 207-й Бермудариф и 275-й Дефодил или что-то такое. И еще у меня есть кэрен, который у меня используется в работе. Вот такой вот с переходами, очень нежный цвет. 146-й. Дальше. Это тот, который вы видели только что в матке. В матке 207. Это у меня остатки других русалок. Вот этот вот не по ключу оттенок. Это я заменяю им волны. По ключу DMC. Идет волна. Но я заменяю на кэрен. Мне так уж нравится. Так, следующий 068-й. И вот такой вот красный оттенок 221. Такой вот красивый цвет с переходами. Ну, в принципе, и все по моей русалочке. Теперь я вам сейчас расскажу про наш СП. Я хочу вам показать, какие у нас будут подарки. И у меня для вас очень радостная новость. У нас еще добавился один спонсор. Я сделаю обязательно видео. Не видео, а сделаю пост в Instagram. Покажу вам еще какие у нас будут призы по данному СП. Итак, у меня многие спрашивали, что за СП, почему вышиваете вместе. Ну как, вышиваем вместе, потому что вместе веселее вышивать. СП называется Gold Petite. Вот приз будет именно таким. Я решила его сделать, потому что Новый год будет через несколько месяцев. Как раз тогда у нас закончится СП. Наборчик полностью запечатанный. И вот от еще одного... Это от меня наборчик. А это от спонсора. Наша вышивальщица, которая участвует с нами в СП. Но она хочет порадовать таким вот подарочком еще одного из участников. Но так как доставка очень-очень дорогая, мне легче будет просто сделать уже подарочный сертификат, нежели отправлять все по отдельности. Поэтому вот эти два наборчика. Это чай. Tea Time от Mill Hill. И вот такой вот набор от Dimensions Gold Petite получит один участник, которого выберет Randomizer. Все, кто хочет с нами участвовать, присоединяйтесь, делайте или видео на канале YouTube. Обязательно указывайте меня как организатора. На канал мой подписываться не обязательно на страничку Instagram, не обязательно подписываться. Главное, ваше желание участвовать и вышивать вместе с нами. Но меня как организатора нужно указывать, потому что я хочу видеть вышивки ваши и в Instagram, и на канале YouTube. На канале YouTube у меня единственная просьба, если вы вышиваете в SP, напишите мне где-нибудь под видео какой-нибудь комментарий, что посмотрите мою работу, потому что я практически не смотрю сейчас YouTube рукодельный. Далее у нас еще будут пины и маячки в подарок, но это вы увидите потом. Вышиваем мы в течение трех месяцев, то есть в начале августа SP у нас началось и закончится в начале ноября. Поэтому все желающие, кто еще не присоединился, кто еще подумывает или впервые слышит эту информацию, присоединяйтесь. Нет никаких отчетов, которые идут по неделям, по месяцам. Главное, вышить работу в течение трех месяцев. Вот такого размера, голпетит, именно не обычный какой-нибудь маленький деменшиц, именно голпетит. Почему? Потому что хочу, чтобы все были на равных условиях у нас, в равных условиях, чтобы вышивали приблизительно одинакового размера работу и по сложности, и по всему-по всему. Поэтому я очень хочу вдохновиться вашими работами. Сейчас у меня в процессе гортензия с цветами, вернее, горшок гортензии. И еще хочу одну работу вышить в этом SP. Постараюсь. У меня новый наборчик, пополнение. Долгожданный мой голпетитик, который я мечтала получить. И он меня сам нашел. Поэтому поделюсь с вами чуть попозже. И еще. Так, надеюсь, что я все сказала по нашему SP. И надеюсь, что вам все теперь понятно. Потому что меня спрашивали, почему, зачем вы вышиваете все вместе. Ну, потому что веселее вышивать все вместе. Так, где же я делала свои ножнички, ребят? Ну, они у меня только что были. Ну, все. Ай, хотела показать вам свои ножницы, которые я просто не могу нарадоваться. Куда они у меня убежали? Вот куда? А, вот они. Все, нашла. И они у меня с маячком. С русалочкой. Потому что я сейчас вышиваю русалку. И они меня вдохновляют. Эти маячки тоже. Так же, как и мои магнитики. Но это, конечно же, все обваловство. А вот сами ножницы. Я вам показывала в предыдущем видео. Возможно, не все смотрят подобное видео. Но хочу вам сказать, что вот это вот ножницы. Это такая вещь на всю жизнь. Ну, я так надеюсь, что. Стоят они около 40 долларов. Есть обычные просто ножницы. Эти я брала для креника. Они обрезают креник. И после этого действительно креник не распушается на концах. И, ну, это не особо важно. Важно то, что эти ножницы, ну, знаете, мне просто хочется все обрезать теперь. Они острые. На концы у них, посмотрите, какие. Так, тут сейчас я не вижу. Солнышко как раз выглянуло. Вот это вот крепление, оно пожизненное. И есть гарантия, что если у вас что-то испортится именно с этим крепежом, компания Primax должна устранить этот дефект. Вот. Сделано в Италии. Так, еще раз скажу, что эти ножницы я купила за свои деньги. Это не блат блогера. Это мои ножнички, которые я купила. И поверьте, есть смысл взять эти ножницы, если вы ищете себе именно ножницы для работы. Не украшения. Это просто вещь, которая стоит. Я вам от чистого сердца рекомендую, потому что я долго искала такие ножницы. То есть у меня вот эти вот все сажу, которые вы видите на столе у меня стоят. Сейчас вам покажу. Ну, вот разве что могу пользоваться синими ножницами. Все остальное это, ну, не знаю. Ну, украшения. Меня радует, знаете. Просто хочется иметь эти ножницы и все. Они меня радуют как украшения. А эти ножницы для работы. Я себе еще заказала обычные ножницы. Они стоят, по-моему, в два раза дешевле. Эти для Клиника. У него покрытие Serrated. Это специальное покрытие есть. Они как маленькие-маленькие зубчики. Вы, не знаю, заметите или нет. Но вот на лезвиях есть такие вот маленькие зубчики. Все, по ножницам я вам все сказала. Я покупала их. Я вам оставлю ссылочку со своими покупками. И они у меня пролежали больше месяца. И вот решила их попробовать. И была просто поражена. Насколько вот отличаются ножницы. Все вот эти вот Клем Скотт и компания. Ну вот, допустим, вот эти вот ножницы, да, у меня. Они, ну, никакие. Они просто вот красота. Работать с ними нереально. Во-первых, вот эти вот крылья мешают. Лезвия очень маленькие. Ну, им и можно обрезать, конечно, нитку. Но так работать именно с ними, чтобы они приносили удовольствие и обрезали. Не настолько удобно. Даже вот эти вот ножницы с большими вот кольцами, они тоже у меня являются одними из моих любимых. Не сравняться вот с этими ножницами, поверьте. Даже несмотря на то, что тут острые концы и там, и там. Вот. Намного тут острее. И закругленный именно кончик позволяет вам обрезать нитку под самый корень, если вам это нужно. И кольца настолько удобные. Я думаю, что на любую рубку они подойдут. И на крупную, и на мелкую. И покрытие само этих ножниц такое, знаете, гладкое. Ну, в общем, супер. Я довольна. Я довольна и работать с ними одно удовольствие. На сегодня уже всё. Обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Я буду стараться на все отвечать. Мне очень важно читать ваши комментарии, ваше мнение по разным работам, что вы думаете. Все, кто ещё думает присоединяться к SP Gold Petit, добро пожаловать. На сегодня всё. Буду заканчивать своё видео. Всего вам хорошего. Всем пока. Пока.